Мамай предположительно, родился в 1335 году в столице Золотой Орды, городе Сарай-Бату. Родом был из монгольского племени Кияд, исповедовал ислам. Имя представляет собой древнетюркский вариант имени Мухаммед. Удачный брак с дочерью хана Золотой Орды позволил Мамаю в 1357 году занять пост Беклербека, руководил Верховным судом армии и вел внешнеполитические дела. Без женитьбы на Тулунбек Мамая не допустили бы до столь высокого чина. В 1359 году, после убийства тести Бердебека ханом Кульпой, Мамай объявляет ему войну. С этого момента начинается так называемая Великая Замятня в Орде. Так как Мамай не был чингизидом, титул хана он взять не мог. Тогда в 1361 году он провозгласил ханом Белой Орды, части Золотой Орды, вторая часть называлась Синий, своего ставленника Абдуллаха, происходящего из рода батуидов. Этот шаг вызвал протесты других претендентов на власть. Мамаю с 1359 по 1370 годы пришлось воевать с девятью ханами, к 1366 году он смог взять под контроль западную часть государства, от правого берега Волги до Крыма. Периодически он владел столицей, городом-сараем. Во внешней политике Мамай ориентировался на сближение с европейскими государствами, Венецией, Генуей, Великим княжеством литовским и другими. В 1370 году ставленник Абдуллах умер, предположительно, от руки Мамая. На его место встал Мухаммед Булак, восьмилетний мальчик из рода батуидов. До июля он правил самопровозглашенной Мамаевой ордой до 1380 года, пока не погиб в Куликовской битве. Фактически же властвовал Мамай, не принимая ханского титула. Отношения темника с Москвой складывались по-разному. В ранние годы правления Мамай оказывал столице поддержку. В 1363 году с митрополитом Алексием был подписан договор об уменьшении дани. Московский князь Дмитрий признал власть Мамая и хана Абдуллаха. Однако в 1370 году Мамай отобрал у него Великое княжество и передал Михаилу Тверскому. Через год Дмитрий с личным визитом побывал в резиденции Биклербека и вернул ярлык. Вражда двух государств обострилась после того, как в 1374 году в Нижнем Новгороде избили татарскую дружину, которая сопровождала послов Мамая. Началось Великое Размирье, окончание которому положила только Куликовская битва. В 1377 году молодой хан Золотой Орды Тахтамыш начал отвоевывать с земли, весной 1378 года покорил восточную часть, Синюю Орду. Следом он пошел на западную часть, Белую Орду, где фактически правил Мамай. К началу 1380 года Тахтамышу удалось вернуть почти всю территорию Золотой Орды, под контролем Мамая остались только Крым и Северное Причерноморье. В таких нелегких условиях Мамай принимает решение организовать поход на Русь, чтобы собрать еще дань. С учетом того, что войска Орды Аскудели за деньги советники правители взяли наемников, черкесов, генуэзцев и другие. Кульминацией борьбы с русичами становится битва на Куликовом поле, которая произошла 8 сентября 1380 года. Во главе русского войска был московский князь Дмитрий Донской. Современные ученые расходятся во мнениях об оценке численности Золотоордынского войска. Одни говорят, что у Мамая было 60 тысяч человек, другие полагают, что от 100 до 150 тысяч. Войска Дмитрия Донского сначала оценивали в 200-400 тысячах человек. Позже опустились до 30 тысяч археологи, которые проводили раскопки на Куликовом поле, уверены, что с обеих сторон было от 5 до 10 тысяч участников, а сражение длилось не 3 часа, как описано в летописях, а 20-30 минут. Свидения о сражении сохранились в четырех письменных источниках. Задончина, сказание о Мамаевом побоище, краткая летописная повесть о Куликовской битве, пространная летописная повесть о Куликовской битве. Термин «Куликовская битва в науку» ввел он, М. Карамзин в истории государства российского. Войска сошлись в районе впадения реки Непрядва в Дон, сейчас это территория Тульской области. Длительное время оставалось загадкой причина отсутствия захоронений на Куликовом поле, раскопки заканчивались находками оружия. Однако в 2006 году благодаря новым георадарам обнаружили предположительные братские захоронения погибших. Отсутствие костных останков объяснили химической активностью чернозема, который быстро деструктурирует ткани. Утром 8 сентября войска дождались, пока рассеется туман. Битва началась с небольших стычек, после чего произошел знаменитый поединок Александра Пересвета с Челубеем, в котором погибли оба. Дмитрий Донской сначала наблюдал за боем в сторожевом полку, затем встал в ряды, поменявшись одеждами с московским боярином. Мамай смотрел за сражением издалека. Как только он понял, что войско разгромлено, а засадный полк русских добивает остатки его вояк, татары во главе с правителем обратились в бегство. Провозглашенный малолетний хан, при котором Мамай был бёклербеком, погиб на поле боя. С 9 по 16 сентября на поле хоронили погибших. На братской могиле построили церковь, которая не сохранилась до наших дней. С 1848 года на Куликовом поле стоит памятник по проекту А.П. Брылова. Историки считают, что победа Дмитрия Донского на Куликовом поле приблизила русско освобождению от чужеземного господства. Для Орды поражение Мамая способствовало её консолидации под властью единого хана Тахтамыша. После разгрома на Куликовом поле Мамай пытался вновь собрать армию, чтобы отомстить Дмитрию Донскому. Однако очередному удару по Руси состояться не удалось, так как хан Тахтамыш активно пытался отвоевать последнее владение Мамая. В сентябре 1380 года армия Мамая и Тахтамыша встретились в битве на Калках. По сохранившимся воспоминаниям, непосредственного сражения не было, основная часть Мамаева войска просто перешла на сторону Тахтамыша. Мамай не решился противостоять им, сбежал в Крым. С победой Тахтамыша закончилась длительная междоусобная война, и Золотая Орда стала единым государством. В старшие жены Мамай взял Тулунбек, дочь хана Золотой Орды Бердебека. Брак был выгоден для темника, ему присвоили титул ханского зятя, Гургена. Благодаря близости с Бердебеком Мамай получил должность Беклербека, первого министра. Это высший чин, на который мог претендовать Ничин Визит. В 1380 году, после того как Мамай проиграл в битве при Калке, он бежал в Крым, где был убит. Тулунбек вместе с Гаремом, младшими женами, достались Тахтамышу. Тот принял решение жениться на вдове Мамая для повышения собственной легитимности в глазах столичной знати. Через шесть лет против Тахтамыша составили заговор, сведений о котором не сохранилось. Вероятно, его пытались заменить на троне потомкам Бату. Считается, что участниками заговора были приверженцы Мамая во главе с Тулунбеком. Тахтамыш казнил жену, заподозрив в предательстве. Точно сказать, сколько было детей у Мамая, не представляется возможным. Известно, что один из его сыновей, Мансур Киятович, после смерти отца покинул Крым и создал автономное княжество между Великим Литовским княжеством и Золотой Ордой, которая впоследствии стала частью Литовского. Его сын Алекса в 1392 году принял православие, получив имя Александр. Собственного сына он женил на княжне Анастасии Острожской. Второй потомок Мансура, Скидер, стал главой половцев в западной части Северного Причерноморья. В 16 веке князья стали именоваться в официальных литовских документах Глинскими, по названию города Глинск, где располагалась резиденция. Предположительно, это современная Золотоноша. Глинские, у Гаши литовский род, из которого происходила Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Таким образом, одним из потомков Мамая оказался великий князь Московский и всея Руси. Рода Дашкевичей, Вишневецких, Ружинских, Острожских также считают потомками Мамая. Эти княжеские фамилии сыграли важную роль в становлении современного Запорожья. Еще один потомок Беклербека, украинский казак Мамай. В 2003 году про последнего был выпущен фильм режиссера Олеся Санина. В основе картины лежит авторская версия возникновения легенды об украинском Мамая. Половину бюджета ленты составили личные сбережения режиссера. На момент кончины Мамаю было 45 лет, причина смерти – убийство. Существует несколько легенд о том, как погиб Мамай. Известно, что после поражения от войск Тахтамыша Мамай бежал в крепость Кафул, современная Феодосия. С собой у него были накопленные за жизнь богатства. Генуэзцы, проживающие в крепости, сначала приняли его в обмен на часть сокровищ, а затем убили по приказу Тахтамыша. По другим данным, Мамая передали Тахтамышу, который своими руками остановил жизнь Беклербека. Хан похоронил его со всеми почестями, могила предположительно находится в шейх Мамая, современное название село Айвазовское, недалеко от Феодосия. Курган случайно обнаружил художник Ик Айвазовский. По другим данным, захоронен Мамай у стен Салхата, современное городское поселение Старый Крым. Существует легенда, что темника Мамая захоронили в золотых доспехах на Кургане, названном в его честь, который расположен на территории современного города Волгограда. Многочисленные раскопки на Мамаевом Кургане версию не подтвердили, гробницу не обнаружили. В настоящее время Мамаев Курган известен как памятник ансамбль героям Сталинградской битвы.